Я директор Кирижского лицея, в котором на протяжении всей истории существования внедряли всегда что-то прогрессивное. Постоянная инновационная работа позволяет нам гарантировать достаточно высокое качество образования, участие в высоких уровнях в заключительном этапе и региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников, гарантирует нам поступление в ВУЗы наших выпускников и, что на мой взгляд кажется очень важным, гарантирует качественный уровень компетенции наших учеников. В системе мобильное и электронное образование мы работаем второй год, и опыт первого года позволил нам достаточно спокойно перейти на обучение с использованием дистанционных технологий уже со второй недели такого обучения в апреле 2020 года. У всех учителей, лицеистов был доступ к системе, навыки работы и понимание того, что надо в системе делать. И вот именно в те непростые дни данный ресурс, а точнее инновационное предложение МЭО дало нам возможность реализовать дистанционное обучение более спокойно и более, скажем так, ну насколько это было оптимально комфортно в тех условиях. И речь идет как раз таки не о разродненном поиске разных источников, да, с которых складывалось это дистанционное обучение, а вот именно комплексное содержание и систематизация контента и позволили нам сделать обучение полноценно. Хотелось бы начать в своей речи отметить именно положительные моменты, которые мы подчеркнули именно из опыта использования системы. Ну, я думаю, что со мной все согласятся, что мобильно-электронное образование, оно подходит как для фронтальной работы с классом, так и для индивидуальной работы с каждым учеником. На очных уроках учителя работали с системой либо фронтально со своего рабочего места, либо с помощью мобильных классов, когда у каждого ребенка был в руках планшет или ноутбук. Тоже думаю, что все согласятся, что сервис имеет необходимый функционал для использования в школе в качестве платформы, потому что он доступен в веб-версии, для персональных компьютеров не требуется какого-то дополнительного программного обеспечения. Вот, собственно говоря, сейчас практически у всех есть персональный компьютер и доступ в интернет, поэтому все становится реальным. Еще одним очень важным плюсом, на мой взгляд, является тот факт, что система мобильно-электронного образования охватывает все классы с 1 по 11. И такое комплексное решение очень удобно для использования в школе. Ну и при этом, конечно, доступно по цене, что тоже для нас является очень важным аспектом. Если говорить про внедрение с точки зрения учителя, а вот тоже Илья Александрович сказал про то, что многие директора из нас являются учителями, вот я учитель предметник, учитель химии, работаю со старшими классами, то здесь я хочу сказать, что у учителя появляется такая очень ценная возможность формировать свою рабочую программу по предмету самостоятельно. И использование уроков мобильного и электронного образования, его можно комбинировать, но на свое усмотрение, независимо от предложенной последовательности разработчиками. Мы все равно можем менять уроки по ходу в зависимости от того, какую цель мы в своей рабочей программе преследуем. Больше того, скажу, что учителям предоставляется уникальная возможность, и тоже она сыграла нам на руку, потому что дети разного уровня учатся в Киржском лицее. Это возможность построения индивидуальных учебных планов обучающихся. Для нас это на самом деле является актуальным, потому что большое количество старшеклассников все время где-то у нас на выезде, на обучение, на образовательных сессиях, в областном центре одаренных детей интеллект, в центре Сириус, в каких-то школах, при институтах, они отсутствуют на уроках, и мобильное и электронное образование позволяет им в свое, в их свободное время осваивать программу, а нам позволяет возможность, дает возможность как-то проверить их знания с помощью системы. Еще что сейчас актуально для нашего времени, что на платформе есть адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями обучения. Это тоже открывает для нас новые возможности. Что хотелось бы сказать, наверное, с точки зрения так предметно, как учителя-предметника, что и мне в первую очередь импонирует, что я передаю своим коллегам, всегда их призываю к этому использованию. Вы знаете, когда мы все переходили на уроки, которые соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам, и всегда вставали перед вопросом, а это что и как. Вот на мой взгляд, когда я познакомилась с уроками мобильного и электронного образования, я очень многие моменты для себя открыла, что это именно вот так уроки, которые соответствуют стандартам. Вот, например, моя личная симпатия, как учителя химии. Всегда старалась детей озадачить интересным вопросом в начале урока, для того, чтобы они понимали, зачем они изучают химию. И в конце урока всегда оценивала вместе с детьми, насколько мы ответили на первоначальный вопрос. Поэтому примите отдельное спасибо за эту возможность. Обязательно на каждом уроке использую. И ко мне присоединяются очень многие коллеги, с которыми я работаю в школе. Это приучила всегда детей в начале урока нажимать на зеленый ключик. Когда открывается проблемный вопрос, ключевой вопрос урока, и ребенку становится предметно понятна цель, к которой он стремится. Как и, собственно говоря, приучила всех своих учеников доходить до итога урока и возвращаться к вопросу. Такая отличная форма самооценки. Ну а если мне, как учителю, нужны отметки, то такая форма ответа, ответ на эту рефлексию конца урока, может нам дать и отметку за письменный, устный ответ в зависимости от того, как мы захотели. Это может стать формой групповой работы по подведению итогов работы на урока. Надо сказать, что вот эти две возможности начала и конца урока полностью сохранили мы и на уроках в дистанции, потому что эта система позволяет. Собственно, общий алгоритм действий на очном уроке, который мы реализовывали, когда мы ходили в школу, практически сохранился и при удаленном обучении. А значит, не пришлось стремительно учиться чему-то новому, что-то менять на ходу, что было очень важно в этом непростое время. Отдельное спасибо вам хочу сказать и за зеленые строчки уроков. Четкое понимание, что надо делать. Выдвигаем гипотезу, учимся анализировать, тренируемся. Ну вот и прочие вот эти зеленые строчки, я думаю, что многие коллеги понимают, о чем я говорю. Это избавляет учителя от долгих объяснений, что мы делаем. Особенно ценным данный факт стал, как убедительный ответ родителям на их эту фразу, а мы не понимаем, что надо делать. Достаточно просто показать, объяснить и, ну так, сакцентировать внимание на том, что надо внимательно прочитать зеленую строку, чтобы стало понятно, чем ребенок должен заниматься. При этом эти строчки зеленым цветом выделены, их невозможно пропустить. Они отлично разделяют этапы урока и удерживают ребенка в последовательности действий того, что нужно сделать на уроке. Еще хочу сказать про гиперссылки. Тоже, с моей точки зрения, это отличная идея. Получается, что весь первоначальный, то есть вот первоначально при знакомстве с уроком, весь скрытый материал, он не повергает в ужас своей масштабностью и сложностью. И открывается по мере необходимости, и не загромождает ни зрительное, ни умственное восприятие. Всегда можно открыть дополнительный материал, всегда его можно закрыть, в зависимости от того, насколько это надо. Ну вот еще в лицее, при наличии индивидуального использования, нам приглянулась очень возможность, которую дает система мобильно-электронное образование, это каждому ученику задать свой личный темп работы на уроке. И выбор тех заданий, того материала, который необходим в каждом персональном случае. То есть у наиболее успешных и быстрых детей, которые у нас в каждом классе к счастью присутствуют, есть возможность, не делая лишних движений во время урока, узнать все то, что расположено на правой колонке экрана. То есть это интересные факты, истории, увлекательные моменты, то, на что, как правило, всегда не хватает времени у учителя на уроке. Более успешные дети, они этим охотно пользуются и повышают тем самым свой уровень. Ну и тоже есть уникальная возможность заглянуть и порешать более трудные задачи. И вот эта возможность полностью сохранилась и при дистанционном обучении, что тоже было приятно. Но сегодня много говорили о том, что практически у каждого ученика появляется такая возможность вне школьного класса самостоятельно последовательно изучать новый материал, выполнять практические задания, следить за собственными достижениями, анализировать текущий контроль оценок, проводить какие-то виртуальные эксперименты. Я хочу сказать, что многие мои коллеги, учителя-предметники использовали этот факт для подготовки детей к Олимпиадам и как уникальную возможность дополнительного материала в какое-то свободное время, когда ребенок уже передохнул или у ребенка появились такие возможности. Ну и самое главное, на мой взгляд, это то, что в апреле-май уроки в доступе были в любое время суток. То есть у родителей была возможность убедиться, что к уроку можно вернуться, если что-то было непонятно или пропущено. Ресурс достаточно прост в использовании и очень много дополнительного материала. Вот всегда, когда речь заходит про мобильное и электронное образование, делают акцент на вот на таком плюсе. Выполнены учениками задания, автоматически проверяются и результаты доступны преподавателю в личном кабинете. На наш взгляд, факт очень удобный и охотно использовался, если бы. Да, ну вот это такое сослагательное наклонение. Вы знаете, я хочу сказать, что если впервые начинаешь работу с системой, то, конечно, безусловно, есть смысл осваивать в полном объеме в рамках одной системы, ну, например, мобильное и электронное образование. Но в коллективе лицея, к счастью или к сожалению, мы работаем с разными платформами, и у нас уже к моменту начала работы с мобильным и электронным образованием было подработать на другом ресурсе проведения самостоятельных, контрольных, проверочных работ. В нашей организации была разработана единая система критерий оценивания, и уже была такая сложившаяся система, поэтому вот все, что касается как раз выполненных заданий, проверок их и вот критерий оценивания, то мы это делаем на другом ресурсе. Поэтому вот, к сожалению, эту часть мобильного и электронного образования мы освоили недостаточно. Но, как, собственно говоря, и конференции, точнее их организация оказалась более доступной и привычной в другом ресурсе, и так как человек все-таки стремится к более простому алгоритму действий, то мы тоже воспользовались ресурсом другим. Ну, вот я надеюсь, что так незатейливо я в своей речи перешла к проблемным вопросам. Да, все равно мы должны понимать, и сейчас уже анализируя опыт двух месяцев работы, что, по мнению большинства учителей, применение электронных образовательных ресурсов не приводит к сокращению времени, затрачиваемым на подготовку. Больше того, все равно мы понимаем, что время тратится в большее количество времени нужно, для того, чтобы урок был полноценным и правильным, ну, по сравнению с традиционным освоением учебного материала. Поэтому практика показывает, что, конечно, электронные образовательные ресурсы чаще всего применяются дополнительно к основному курсу, как вспомогательный материал, как система самостоятельной работы учеников, для организации индивидуального образовательного процесса в рамках домашнего или дополнительного обучения. Но при этом мы все равно констатируем, что применение дистанционных технологий, оно все больше внедряется в нашу жизнь, приобретает более широкие масштабы, и при этом же опять-таки констатируем, что не всегда имеет достаточную эффективность. И это связано, наверное, может быть, даже не с тем, что не так и достаточно развиты цифровые компетенции, как все-таки мы должны говорить, что очень часто обучающимся может не хватить мотивации, навыков самоорганизации, чтобы качественно освоить программу, дойти до конца курса. Поэтому я соглашусь и с Александром Михайловичем, и с Ильей Александровичем по поводу того, что на сегодняшний день наиболее перспективной является модель смешанного обучения, подразумевающая интеграцию электронного обучения в какую-то традиционную образовательную систему. Но хочу сказать, что когда мы анализировали сущность, особенность электронных образовательных ресурсов, то мы пришли к такому выводу, что да, применение электронных образовательных ресурсов в практике педагогической деятельности, оно должно и может приводить к получению высоких результатов, к повышению качества образования, к расширению возможностей дистанционного обучения. Но, однако, наличие ряда преимуществ, рассматриваемых на теоретическом уровне, не гарантирует полноценной реализации на практике. Это, к сожалению. Все-таки в мире отсутствуют системные технологические, организационные решения, позволяющие в полной мере добиваться тех же социальных и образовательных результатов, которые дает обычная школа. Это мы не можем не принимать во внимание. Ни родители, ни учителя, ни ученики в полной мере, конечно, еще пока не готовы к реализации образовательного процесса как единственному формату, ну, дистанционному обучению, как единственному формату получения образования. Поэтому я очень надеюсь, что мы обязательно 1 сентября встретимся очно, продолжим совершенствовать использование электронных образовательных ресурсов на премьере мобильного электронного образования. И будем более уверены, готовы к любым жизненным катаклизмам, чего я вам искренне всем желаю.